Джайнизм Джайнизм Это религия В двух словах характеризовать Это просто святые люди среди нас На мой, так сказать, такой кухонный, что ли, взгляд Не претендующий на научность, ничего такого Чтобы их не занудствовать Они, эти джайны Все постулаты Не убей, не укради Не возжелай Они возвели В полный абсолют Вплоть до некой абсурдности Которая нам может показаться Нам, христианам Не убей, у них возведен В ранг не навреди То есть джайны это те, кто Допустим, пьет воду Они закрывают лицо марлей И льют эту воду В рот через марш Чтобы, не дай бог Не попал никуда В рот Какая-нибудь мошка Букашка Чтобы ее не убить Чтобы не повредить своей кармой Чтобы Сохранить свои шансы Достигнуть Мокши Достигнуть Новое явление Душевное Когда джайна Становится старым Допустим Зрение Плохое Уже опорный Аппарат не очень И он понимает Что он из-за своей Телесной немощности Может допустить Что-то такое Что повредит его карме Например Не досмотрит За букашкой Насколько Или что Очень этого опасаются И он понимает Что он в своей миссии Выполнил Он там родил детей Он там продвинул Науку Философию Уже не столько Значит Он выполнил свою миссию Он уже старый человек Зачем ему Лишний кислород сжигать Зачем ему Лишние ресурсы Питания Воды использовать Отдать это тем Кто в этом больше нуждается И тогда Эта джайна Принимает Обет Планомерного Ухода из жизни Добровольного Так называемая Саликхана Он Перед товарищами Обычно в святом месте Перед В храмовом Таком С вырезанными на скалах Борельефами Перед товарищами Борельефами Приносит обед И после чего Он В течении месяца Двух Сокращает Свой рацион питания Количество воды Потребляемой И потихонечку Угасает И умирает В 80-е годы Правительство Индии Инициировало Судебный иск Джайнам К общине джайнов И требовало их прекратить Вот это вот Вот это вот Все Потому что Грех Самоубийство На что джайна ответили Что нет Это часть нашей религии Попросим не мешать И правительство Прекратило свои претензии Другой постулат Не укради Джайна трансформировали Не имей Монах джайна Не мирянин А монах джайна Он Не имеет Ничего Никакой собственности У него Ни имущества Ни дома Ни инструментов Ни инвентаря Ни одежды Очень долгое время Джайны Все Боголовно были Вот именно монахи Они голыми были Они были Одеты в небо До расколок Наступил голод В том районе Где джайны базировались Центральные дни И Джайны начали Умирать первыми Потому что Джайна Он не должен работать Он не получает Зарплату Так называемую Ничего такого у него нет Он Питается исключительно Подаять И Джайны естественно Начали умирать Умирать первыми И они собрались Вот эти монахи Решили что делать Сейчас умрем и все И часть из них Решила уйти В более сытые районы А другая часть Осталась Так они разделили Те которые остались Продолжали бедствовать И потом Случился Такая трагедия Произошла Один Джайна Выходил Именно монах Выходил из пещеры Мимо которого Проходила беременная Женщина А Джайна вышел Голый Весь Голодный Опьянутый кожей Скелет Женщина испугалась Всего И у нее Случился выкидыш Погиб ребенок Джайны Невероятно Переживали Из-за того Что не стали причиной Такой трагедии Вплоть до того Что они даже решили Что отныне Члены нашей Джайновской общины Выходя из пещеры Выходя из пещеры Будут Заматываться В светлое полотно Полотно Одно на всех Выходит Один человек Или пять Они все Заматываются В одно полотно Позже Правда Они уже начали Использовать Одно полотно Одного человека Это комичные ситуации Когда все Завернуты В один кусок ткани Уже не было Потом Те джайны Которые ушли Помните да Мы с чего начали Расколы Потому что Те ушли В поле святые края Те вернулись Которые голыми Оставали Увидели этих И говорят Ребята Вы это что Вы на себя понапяжились Те говорят У нас вот так и так было А те им говорят Ничего не знаем Голуби должны быть И вот на этой почве У них случился раскол Шведамбары И дигамбары Дигамбары Это голые Шведамбары Это светлые амбары Это замотаны в светлые А те одеты в небо То куда мы едем Там жили Дигамбары Голые Вот Мы Побываем в этой пещере Посмотрим Где они были Они там Около двух тысяч Около двух тысяч лет назад Они там жили Потом Куда-то ушли Видимо стало слишком суетно Там Им все таки надо Поспокойней что было Храмовый пруд С лотосами С гигантскими Видами Внутри на гигантском Таких Такого размера Их никто не ест Они Храмовые Вот Красиво как Открыточный вид Да Каладжанов А внизу Индийский храм Посвящен Такому божеству Который называется Карапунаслами Он На коне едет Там Особенность этого божества В том Что Он карает Грешников Уже при жизни Это такая Деревенская Поскольку Вопрос Для простых Индийцев Чтобы их Держать в узде Не только мы пришли посмотреть на рыб Кормить Давай 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 Я тоже брошу Часть Развесит Баньян Для понимания Это все одно дерево Которое Разбрасывает свои стволы вниз Если присмотреться Все это соединено в одно дерево Баньян Священное дерево для индийцев Ну для них В общем лотосы отличаются от лилий тем что они растут над водой А лилия лежит в воде Да Вот это лотош Когда они ушли Джайны отсюда Медусы Начали хозяйственно все это Ну Грабить Звозить все именно Они разобрали школу которая была там наверху на скале Они начали саму эту скалу ломать на стройматериалы Вот например рыбки Готовили эту скалу потому что бы увести на стройматериалы Вот пробурили вот эти вот муры После чего бьют и Здесь раскалывается глыба Ее дробят и увозят на щеки Но правительство Индии или штата Ну в общем федералы Индии да Выпустили указ Согласно которому Сударство Министерства культуры взяло под свою охрану Памятник культуры Джайна Холм Джайна И этот грабеж прекратился Напомню что у нас сопровождает Мы сопровождаем скорее гида Сергея Очиняна Если вам интересно что-то в Киролее в окрестностях Вы всегда можете к нему обращаться Телефоново Под каким-нибудь роликом напишу Телефон, контакт Что-нибудь приду Спасибо Я увижу вот так Запомните меня таким Ну примерно таким вы увидите Сергея Если поедете в эти места Сюда возят только он В 58-м В 58-м Это место сделали достоянием Сказали кто За нарушение штраф 100 лаков 100 лаков? Это миллион Рупий? Да Ничего себе Жестко Не курить, кстати Это для меня Да Не бросать бумажки Это для меня 100 лаков 100 лаков Миллион Рупий Не вырезать свои имена Не вырезать свои имена Не вырезать свои имена Хорошо Постараемся Фу-таким мы Мы так не будем Да Пойдем Кактусов раньше я не видел в Индии Да А здесь вот есть Такой раскидистый большой Как дерево кактус Четыре человеческих роста Подъем высокий Но пока еще не очень Это не самый верх За углом Пещера Какая-то птица орет Неведомая Неведомая Да Не очень поэтично Вот видите Даже чем-то разрушали Да Все пытается разобрать Разбирали Разломали Это все тут было Она была больше эта пещера Причем это крестьянина Свои дома, да? Да Здесь жили отшельники джайны Монахи Вот их Борельефы А, ничего себе Вот это вот Если я правильно понимаю Вот это Махавира Махавира их Махавира их Духовный лидер джайнов Который доказано жил 500 лет назад 500 лет до нашей эры А, 500 лет до нашей эры А, 500 лет до нашей эры? Да Под древними барельефами джайнов Надписи на древнем языке каната Вот это изображение Махавиры 24-го джайнистского учителя 24-го тиртхана Который пересек брод Что в переводе означает Это единственный из учителей Существование которого Документально доказано Он родился в княжеской семье В касте кшатриев В пятом веке до нашей эры Княжеского рода И в 30 лет понял, что надо быть джайном И по первости Он чуть не умер с голоду Потому что все решили, что князь чудит Кто правил и правил А тут вдруг начал просить подаяния А другого он не ест Потому что он джайн Он только подаяния может есть И он чуть не умер просто Ему потом какая-то Полусумасшедшая вдова подала что-то Он поел И тогда все поняли, что надо им все-таки Что-то давать, чтобы он не умер Ну потерять князя не очень хорошо в Индии Ну как в любом очень месте Ну в каком-то смысле Они князя потеряли конечно Потому что он пристал быть князем Он стал духовным учителем Духовным достанником Потом в какой-то момент он достиг мокши Он стал вот этим вот джиной так называемым Учителем, который достиг просвещения О просветлении А вот эта черта Вот это вот Это не просто так Это инженерное решение Когда дождь Когда влага стекает по этой стене И не будь этой черты Она бы затекала в пещеру Все-таки несмотря на строжайшие надписи Миллион Представляете 100 лаков Это миллион рупий Штраф Но все-таки кто-то здесь написал Здесь был Вася Миллион Миллион Слышишь звуки, они украли? 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 Кактусов совершенно мексиканского такого вида, классического, в этих местах джайнов хватает. Пока мы ходили в пещеру джайнов, лотосы чуть подраскрылись, и смотрят они на солнце. Мы идем наверх, где была школа и место работы джайнов. И храм самое главное джайнов. Идут навстречу какие-то парни молодые. Это вот их святые джайновские, вот это вот, судя по всему, махавира, судя по пути, как бы. Вот, остальных мы, я не могу их идентифицировать, не знаю. Вот, и гениталии, носы у них отбиты моголами. Носильмане этого не любят. А вот эти вот иероглифы, ну не иероглифы, это древний язык каната. Здесь написано, что на этом месте в 50-м году нашей эры 20 джайнов приняли с Аликханом. Обет планомерного ухода из жизни. Тот джайн, который хоть как-то документально зафиксирован, последний известный их учитель, он жил 500 лет до нашей эры. Остальные 24, никто про них ничего толком не знает, просто знает, что они были. Тут была беседка, где джайны обучали своих учеников, дети князей приходили сюда, вот по той лестнице, по которой мы поднимались, и тут постигали философские мудрости. Но потом, когда джайны ушли, индусы, будучи практичными, очень практичными людьми, растащили просто на куски, на стройматериалы, все это строение, и вот сейчас мы имеем только вот эти вот это основание. Слава Богу, хоть оно до нас дошло из прошлой, из предыдущей эры. Ну вот эти вот, скажи мне, два вот этих молодых индуса, они же явно не послушники. Я думаю, это прогульщики из колледжа. А, тут неподалеку есть, да, колледж? Да, они сюда приходят коротать время. Любленные прогульщики и выпивохи, самые постоянные кайфингеры. Я вот на самом верху, в том месте, где у джайнов была школа. Я так экзотично одет не потому, что тут так принято, или это как бы это религиозное обычае, а потому что солнце очень жарко, я уже весь сгорел, и пытаюсь хоть как-то сгоревшую гестапельку. Монахи джайны, они не имеют ничего, никакой собственности, ни земель, ни домов, ни даже одежды, ни скота, ни утварь. У них ничего нет, они даже одежды, они одеты в небо. Когда они пьют воду, они отсидят через марлю, чтобы никакая букашка не попала в рот и погибла, и не помешала их карме. Точно так же, они, выходя из пещеры, метут перед собой метелкой дорогу, чтобы не наступить ни на какое насекомое, не убить и не повредить своей карме. В этом святом для джайнов месте мы самих джайнов не видели. Может быть, они еще где-то есть в Индии, ну, в частности, их пытались привлечь в политику, то есть перед выборами какие-то кандидаты приходили к ним и просили их благословить. Но обычно джайны отправляли кандидатов. Потому что джайна другая философия, они не должны ничего иметь, ничего не хотят. У них даже раскол был какие-то столетия назад или тысячелетия назад, когда им нельзя было иметь одежду. Вот здесь они жили сначала вообще без одежды, потому что им нельзя ничего иметь, значит, одежду тоже нельзя иметь. А потом что-то климат изменился или что-то такое, и какая-то часть ушла, ну, чтобы и дальше быть без одежды, а какая-то часть осталась под этой скалой и разрешила себе иметь сначала одну простыню на всех, такую в нее можно было заматываться всем и выходить из той фещеры. А потом, ну, можно было вообще каждому свою простыню в нее заматываться. И когда те джайны, которые ушли без одежды, чтобы оставаться, вернулись в какой-то момент, у них произошел раскол. Потому что они вернулись, посмотрели на все это, сказали, ну, что, ну, как так? Вы имеете даже не одну на всех простыню, что уже было бы возбудительно. А каждую по простыне – это непорядок. Спускаемся к храму джайнов, две трети горы проходишь, и храм джайнов. Школа чуть выше была, еще, может, метод сто. Идти на самом деле не очень удобно, особенно в смешных шлепках. Не очень удобно. Вот там есть перила, это удобно. А вот там есть просто красота, это красиво. На самом деле Мадурай – это развилка такой, тройник такой. Вот мы приехали с юга. Если повернуть направо, на восток, мы приедем в Рамешварам. К мосту Рамы, к колодцам, где смывают грехи. Это туда направо. Налево повернем, мы приедем в горы. Приедем в такой курорт, который называется Кодай-канал. Кодай-канал – это 2000 над уровнем моря. Там вот так прогуливаешься по дорожке, а внизу у тебя облака. Очень такой фешенебельный, прохладный такой. В общем, очень-очень-очень такой располагающий кодах у курорта. А если поехать прямо, там храм, самый большой в мире храм Вишну. Из действующих он площадью 64 гектара. Там храм воды. Пятый элемент все смотрели? Так вот, это у Бессона, он индусов это слезал. Так вот, храм воды находится в Тирочарапали. Туда дальше проедем, еще прямо. Там Танджавур, там храмы Чола, занесенные в реестр ЮНЕСКО. Ну, а еще дальше там Кубан-Колом просто там уступал на гордилл. Да, здесь мы прощаемся с джайнами, вырезанными в скале тысячи лет назад. Спускаемся с горы к храмовому пруду, где вот те самые огромные рыбы. Спускаться хорошо легко, подниматься было не очень. Вот там мы будем, представляете? А вот где-то там мы еще побываем сегодня-завтра. Сергей заметил, что рыбы такие здоровые, что их видно даже отсюда. Раскорбленные храмовые рыбы. Они едят, их не едят. Для рыбы, по-моему, счастливая жизнь. Вот кому повезло в жизни. Наверное, ряд перерождений, да, к этому привел? Ты будешь себя хорошо вести, попадешь в этот пруд. Нет, я не настолько благочестив. Ты стремишься? Я стремлюсь, да, но все-таки в индийском пруду переродиться рыбой – это для меня недостижимый уровень. Мы сняли обувь и входим в индуистский храм. Ну а что, намоленное место? Прекрасно. Храм местному богу, который наказывают уже при жизни нерадивых крестьян. Скажи, пожалуйста, у них вот эти вот росписи, все время по стенам, это как у нас иконопись, да, или как-то с этим уже сравнить? Или это не так сакрально? Не сильно сакрально. Колонны – это, кстати, не самый расходный материал. Сейчас-то меняются. Хотя я хотел обратить внимание на эту композицию, самую распространенную. В центре стоит Минакши новобрачная. Видишь, она, у нее три горизонтальные черты, то есть она уже в семью Шива вступает. Справа Шива с третьим оком во лбу и тремя горизонтальными чертами. А слева Вишну, который скрепляет их союз. У него вот в правой верхней руке кувшин с маслом, и он на их руки льет масло, скрепляет их в брачный союз. А всадник над ними? Это, по-моему, я думаю, это и есть Карапуна Свами, вот это деревенское божество, в честь которого весь этот храм построен. Ну, тоже Вайшнаф, но след Вишны. А вот эти скульптуры, это делали джайны. Они ремеслами тоже занимались и делали вот эти скульптуры. Они вырезали индийских богов. И когда джайны ушли, то часть скульптур были переданы в музей, в национальное число, стали здесь. И вот индусы за ними ухожили тут. Их приспособили в своих этих... Но это древние скульптуры? Да, это старые, это старая скульптура, вот примерно 2000 лет. В деревенском храме Карапуна Свами очень ярко все, очень яркие божества. Их много. Вот лягушечка есть, например, с зубами. И вот, видимо, тоже древние скульптуры. По-моему, кобра там есть слева. А вот коники. Очень приятные, здоровские коники. На одном из них, видимо, выседает Карапуна. Карапуна Свами. А другие просто хорошие, как из бультика. Ой, бультишки какие, их много там. Что называется коники? Так много их, что они уходят за горизонт. Вполне возможно, кстати, что вот и на постройке этого храма ушли материалы от школы и храма джайнов. Индуисты очень практичные. Пузатенький, это значит богатый, состоятельный человек. После таких, как сказать, духовных переживаний нам обязательно надо найти ресторан. Джайны, несмотря на то, что их в процентном отношении гораздо меньше, чем индуистов, чем мусульман и христиан, они, тем не менее, очень влиятельны. Очень влиятельны благодаря своей вот этой вот правильности, что ли. Вот для того, что политики в свое время, были такие случаи, политики перед тем, как баллотироваться на ту или иную должность, они приходили к джайнам по-честному, вот к этим вот, именно не к мирянам, а к монахам, которые живут в пещерах. К лидерам, так называемым, к лидерам общественного мнения, да? И объясняли, по-честному пытались объяснить джайнам же этому, старейшине джайнам. Объясняли, что я иду на эту должность для того, чтобы они не жили лучше, я сделаю такие законы, такие налоги, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В расчете на то, что если убедит этого старейшего, ну, тот это передаст своим, своей паске, так сказать, и те будут голосовать как, ну, за налогженного кандидата. Но это были буквально единичные случаи быстро прекратили, потому что джайнам чаще всего говорили «кыш, кыш, кыш», и не мешает думать о вечном. Кребешок, красный гребешок и его курочка. Пасутся вот здесь на помойке перед Магураем. Заказали в придорожном кафе еду. Ну, так, достаточно осторожно заказали, но даже осторожно надо писать осторожно. Это вот в конце Сергея чикен карри с луком. У Екатерины омлет. А что с лапшей? Это что с лапшей? Лапши. В тарелке, кстати, у нас пальмовые листья. Банановые листья, сои. Не хотел показаться невежды. Это, видимо, слишком острое. Рис слишком острый. Вот здесь вот мы поели, для понимания. Все очень яркое в Индии. Машины, заборы, женщины в царе. Все старается быть, как все цвета радуги. Но не так, как у нас запретили. По-другому. Субтитры создавал DimaTorzok